МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Сергей Тарачанов. И вначале коротко о главных темах последних 7 дней. В Московской области обсудили вопросы адаптации мигрантов. Сотрудники завода «Звезда» приняли участие в едином дне донора. В Доме детского творчества прошел отчетный концерт. В Люберцах почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Юная девочка-повар посетила телеканал ЛРТ. В Российском государственном институте туризма и сервиса прошло сразу два события. Фестиваль «Родные просторы» собрал люберецких студентов и школьников. А на открытие ресурсного центра приехали гости из областных национальных автономий и организаций. Более 100 участников ученики младшей школы и студенты вузов, гости со всей Московской области. Торжественные речи, показательные выступления и немного праздничного волнения. Так прошло открытие фестиваля «Родные просторы» в Люберецком институте туризма и сервиса. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие ресурсного центра регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России. На базе института ресурсный центр будет функционировать с целью поддержания взаимопонимания и сотрудничества между разными народами Подмосковья, а также для развития образования, науки и реализации совместных программ, которые будут повышать знания в сфере межнациональных отношений как среди молодежи, студентов и школьников, так и среди старшего поколения руководителей и членов национальных организаций. Мы совместно с институтом туризма и сервиса в городе Люберце подписали соглашение о взаимодействии между двумя ресурсными центрами. Есть ресурсный центр, созданный при институте туризма, который как раз таки занимается этно-туризмом, и наш ресурсный центр в сфере межнациональных отношений. Участникам торжественной церемонии в ресурсном центре вручили благодарственные письма Ассамблеи народов России за вклад в развитие межнациональных отношений. А затем традиционный жест русского гостеприимства – угощение хлебом-солью и поздравления. Эльмира Абгалбариевна Хаймурзина, заместитель и председатель правительства Московской области, она просила поздравить всех с таким знаменательным событием, с открытием этого замечательного ресурсного центра. Следующая часть фестиваля «Родные просторы» – научно-творческая конференция. На ней студенты и ученики школ представили свои проекты, рассказали об объектах туристической привлекательности в Люберецком округе Московской области и в других странах. Это все проходит в рамках научной работы студентов, проходит это все в рамках научной работы школьников. Мы привлекаем школы и со школами мы работаем в таком тесном контакте. После научной части творческое выступление участников разных национальностей, во время которой и красивый азербайджанский танец и зажигательная дагестанская лесгинка. Планируется, что фестиваль «Родные просторы» станет ежегодным в Ргутисе. Будет привлекать все больше и больше студентов и школьников, а работа открывшегося ресурсного центра объединит национальности Подмосковья вокруг науки и общего стремления развивать сотрудничество. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В правительстве Московской области прошел семинар для государственных и муниципальных служащих, а также руководителей национальных общественных объединений на тему международный опыт адаптации мигрантов – дети, подростки и их родители. Экспертом выступил старший преподаватель школы социальной работы Тель-Авивского университета Евгений Татарковский. Один из ведущих мировых ученых по вопросам адаптации иностранных мигрантов. Евгений Татарковский почти 30 лет назад эмигрировал из Советского Союза в Израиль. Имея за спиной личный опыт, сегодня занимается миграционными процессами на уровне науки. Свои лекции он читает по всему миру. Проблема миграции сегодня глобальная, естественно. И с одной стороны, каждая страна и каждая группа эмигрантов уникальны. У всех есть свои уникальные проблемы. С другой стороны, мы как ученые знаем, что есть какие-то общие социально-психологические процессы. И если их понять, то будет гораздо проще строить конкретные программы по работе с эмигрантами. Израильская практика работы с эмигрантами и в первую очередь с их детьми. Израильский – мировой опыт в изучении социально-психологических процессов. Этим темам было посвящено первое выступление профессора в правительстве Московской области. Его аудитория – государственные и муниципальные служащие, члены общественных и национальных объединений. Одним словом, все те, для кого вопросы межнациональных отношений – часть постоянной деятельности. Мы должны понимать, что эмигранты будут приезжать сюда, будет все больше людей, которые двигаются туда-обратно, людей с двойным гражданством. Для этого нужен межкультурный диалог. Мы не умеем его вести сегодня и нет литературы, которая достаточно наработана, которая говорит, как это делать. Нам нужно вместе разрабатывать, как вести межкультурный диалог. После лекции иностранного профессора о своих успешных практиках в области работы с мигрантами рассказали активисты подмосковных, общественных и национальных организаций. Мы обсуждаем абсолютно все вопросы, начиная с оформления миграционных документов, оформления паспорта российского. Очень актуален был семинар в Дубне, где очень много вопросов задавалось о добровольно-медицинском страховании для мигрантов, о чем говорил сегодня Евгений. Председатель комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района и генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева представила фильм о работе местных СМИ в деле освещения темы межнациональных отношений. Мы сделали фактически за 2016 год только 130, свыше 130 программ. Это примерно 12% от уникальных новостей телеканала за 365 дней в году. Практику проведения таких обучающих семинаров в правительстве Московской области планируют расширить. Для повышения эффективности реализации государственной национальной программы разработана целая стратегия. Большое внимание там будет уделяться работе с детьми иммигрантов. И наша с вами государственная теперь уже задача общая сделать все от нас зависящее, реализовать все лучшие практики взять на вооружение и реализовать набор мероприятий действий и сформировать такое отношение и у нас прежде всего к тому процессу, который происходит и сделать так, чтобы эти дети, которые растут на российской земле, стали полноценными гражданами России, которые любят свою страну, свою новую родину. Впереди у рабочей группы плотный график лекций, мастер-классов, конференций и других мероприятий. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Телеканал ЛРТ. Вопросы земельно-имущественных отношений обсудили в Люберцах в рамках выездного семинара совещания. Во встрече приняли участие представители Министерства имущественных отношений Московской области. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос предоставления участков многодетным семьям. Заседание началось с выступления Андрея Веркиева, министра имущественных отношений Подмосковья. Он отметил чистоту и порядок на дорогах Люберец и вдоль тротуаров. Помимо этого, на встрече обсудили вопросы деятельности апелляционной комиссии Росреестра Московской области, а также вопросы защиты прав потребителей. Подняли и проблему неучтенных объектов имущества, работа с которыми ведется еще с прошлого года. Поэтому мы сейчас и начали эту работу для того, чтобы такие дома найти, такие объекты найти, дальше найти их владельцев, сказать им, проинформировать их о том, что так вот неправильно поступать, что все-таки необходимо свой такой дом оформить, зарегистрировать. Очень бы хотелось поблагодарить Владимира Петровича, потому что Люберцы вот у нас здесь вот действительно в этом вопросе ответственно подошли. Хозяевам земельных участков оказывается помощь в оформлении имущества. Процесс происходит по упрощенной схеме при согласовании с БТИ. В Подмосковье за прошедшее время было найдено и отправлено на регистрацию порядка 150 тысяч объектов. Земельного вопроса коснулись и в отношении многодетных семей. Здесь Люберцы также получили положительную оценку министра. Он обратил внимание, что несмотря на небольшую площадь округа, вопрос с предоставлением участков решается быстро за счет договора с соседним Раменским районом. Кристина Моносорян, телеканал ЛРТ. Достойная смена готова. На прошлой неделе в Люберцах прошел зональный этап областных соревнований дружинно-юных пожарных и спасателей. 11 команд соревновались в умении проходить полосу препятствий, вязать узлы, а также в интеллектуальных и творческих конкурсах. Зональный этап областных соревнований прошел на базе кадетской школы. Конкурс среди юных МЧСников начался с торжественного открытия. Участников встречи поприветствовали организаторы. Затем школьники приступили к прохождению испытаний. Кому-то пришлось преодолеть 100-метровую полосу препятствий, а кому-то завязать на скорость пожарный узел. В честь городского округа Люберцы отстаивают ребята из 4-го лицея. В своей победе молодые спасатели нисколько не сомневаются. В это время остальная часть команды справляется с интеллектуальными задачами. Здесь, как и на спортивных состязаниях, важно не только качество, но и скорость. Чем быстрее ребята выполнят тестовые задания, тем больше баллов заработают. Для творческих личностей также нашли занятия. Выступления, гидбрикады и конкурсные плакаты оценивают компетентные члены жюри. Результаты оценки заносим в протоколы. Есть 10 критериев у нас. И по каждому критерию мы уставляем оценки. Одно из наиболее важных критерий, но это, соответственно, тематика. Тематика у нас на сегодняшний день и с инцитированных мероприятий пожарная безопасность. Соревнования дружин юных пожарных и спасателей проходят на территории Московской области ежегодно. Команды, занявшие первые места на зональных этапах, проходят финал. В этом году было принято решение, что такой зональный этап будет проходить на территории Люберецкого района. В прошлом году, например, мы ездили в Подольск, где нам не хватило буквально чуть-чуть, чтобы быть лидерами. А на этот раз лидерами стать удалось. По результатам педиконкурсов лучшей стала дружина городского округа Люберцы. Теперь ребятам предстоит выступить 4 мая в Нарафаминске и побороться за звание лучших в Подмосковье. Луизия Егезарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Сотрудники завода «Звезда» приняли участие в едином дне донора. К акции присоединились как ветераны донорства, так и представители молодежи, которые впервые решились на это благородное дело. В медпункт завода «Звезда» пришли мужчины и женщины, молодежь и пожилые люди. Кто-то сдает кровь первый раз, а кто-то в тридцатый. Но всех объединяет одна цель – помочь людям, которые попали в беду. У нас есть постоянные доноры, в частности, молодежи много приходят, но как востребованы. Есть желание, главное, чтобы помочь людям сдать свою кровь, и молодежь в этом активно принимает участие. Прежде чем приступить к сдаче крови, донор заполняет анкету, проходит медицинский осмотр. Ему измеряют давление, проверяют гемоглобин. Если все в порядке, допускают непосредственно в процедурный кабинет. Сергей Каменщиков сдавал кровь более трех десятков раз. Для него это уже ежегодная традиция. Этой полезной и для меня, но и для больных. Как себя чувствуете? Нормально. Были в этот день и те, кто решил сдать кровь впервые. Для них эта процедура еще непривычная и поэтому немного волнительная. Почему вы решили сдать кровь сегодня? Просто мне это интересно, хотелось помочь людям. Всего в день донора на «Звезде» кровь сдали 43 человека. Сотрудникам после процедуры выдавали пирожные и сок, а также предоставили полагающиеся для восстановления два дня отгула. Кристина Моносорян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Лучшие танцевальные и вокальные номера на отчетном концерте представили различные объединения Дворца детского и юношеского творчества. Гости праздника, а также родители воспитанников образовательного учреждения оценили по достоинству успехи своих детей в этом учебном году. Отчетный концерт – мероприятие традиционное, но к нему воспитанники Дворца детского и юношеского творчества готовятся всегда с большой ответственностью. Перед выступлением обязательная репетиция. Хору «Веселые ребята» студии «Юность» в этом году есть чем гордиться. Коллектив участвовал в различных международных и областных конкурсах и получил много достойных наград. Совсем недавно они ездили на московский областной конкурс и заняли второе место. Стараемся, конечно, чтобы нам было интересно всегда на уроках, интересный репертуар, что-то с движениями, где-то сольно, где-то всегда по-разному. Стараемся участвовать в жизни школы. Тут занимаюсь два года, и мне тут очень нравится, и моя любимая композиция – нотный бал. Решила прийти на хоровое пение, потому что мне родители сказали, что у меня есть голос, и ты должна пойти на хор. Вот я и пошла. Среди участников концерта и хореографический коллектив «Болеро» 14 лет его бессменным руководителем является Марина Алдошина, благодаря которой дети изучают основы классического современного и народного сценического танцев. Сегодня у нас выступает концертная группа. Мы недавно выступали на международном конкурсе в городе Раменское. Стали лауреатами первой степени в номинации «Эстрадный танец». Этот учебный год выдался успешным для коллективов. Они приняли участие в 16 конкурсных мероприятиях региона и в 9 всероссийского и международного уровней. Вы знаете, итогов очень много. И хороших успехов в целом на уровне области. И во всероссийских и международных конкурсах наши коллективы принимали участие. Помимо танцевальных и вокальных коллективов, во дворце детского и юношеского творчества работают кружки по декоративно-прикладному искусству, две фотостудии и другие объединения. Все их работы, отмеченные призовыми грамотами, разместили на выставке в холле Дворца культуры. Завершилось мероприятие награждением коллективов, показавших лучшие результаты в этом учебном году. Анна Троян, Ирина Бокова и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. В каворотинг-центре в Люберцах состоялась встреча Владимира Ружицкого с предпринимателями. Собравшиеся обсудили возможности поддержки малого и среднего бизнеса, юридические и финансовые проблемы, которые возникают в ходе работы у предпринимателей. На встречу собралось больше 20 компаний из самых разных сфер. Предприятия пищевой промышленности и образования, банки и представители СМИ. Чаще всего бизнесмены обращались к главе с просьбой решить юридические или финансовые вопросы. Я вам скажу любого предпринимателя, кто бы не пытался заниматься бизнесом или занимается бизнесом, то его в первую очередь волнуют вопросы материальные. Это ли площади в виде какой-то земельного участка, либо какое-то помещение в виде каких-то квадратных метров. Такие встречи с предпринимателями мы проводим регулярно. И те, кто с нами общается и имеют с нами дела, то по крайней мере у тех, у кого есть какие-то идеи и мысли, особенно где-то они направлены в социальную, скажем так, в социальную сторону. С просьбой предоставить помещение и оказать финансирование главе обратился директор Люберецкой техношколы Александр Игнатьев. За последнее время его проект приобрел огромную популярность среди местных школьников. На сегодняшний день в школе занимается 2,5 тысячи детей. Поэтому компании было принято решение подать заявку на областной конкурс. Владимир Петрович целиком поддержал инициативу техношколы и выразил уверенность в достижении высоких результатов люберецкими школьниками. Было решено выделить ребятам помещение в обновленном доме офицеров. В целом встреча получилась насыщенная. Все присутствующие смогли пообщаться с главой, задать интересующие их вопросы как в рамках мероприятия, так и в ходе личной беседы. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Вопросы здравоохранения и экологии в городском округе Люберцы будут решаться с помощью партийных проектов «Единой России». Эти и другие актуальные проблемы «Единороссы» обсудили на семинаре совещания, которое прошло в администрации. Депутаты Государственной и Московской областной думы, член Совета Федерации, а также местные народные избранники от партии «Единая Россия». В Люберцах они собрались, чтобы обсудить партийные проекты и расставить приоритеты для их дальнейшей реализации. Изначально был и лозунг, и подход во всей партийной работе «Единая Россия» – партия конкретных дел. Людей интересует конкретика. И сегодня, что касается партийных проектов, то это абсолютно оправданно, я оцениваю такой правильный, абсолютно выбранный путь. Всего на территории Подмосковья планируют реализовать 21 разноплановый партийный проект. Это и модернизация образования, и управдом, и безопасные дороги, и многие другие – они нацелены на решение наиболее острых проблем каждого муниципалитета. На заседании рассмотрели все приоритетные направления. Школа грамотного потребителя. Цель – повышение грамотности граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и информированности об основных направлениях государственной жилищной политики. Формы работы здесь очень большие. 12 пунктов. Конкретно для Люберец наиболее остро стоят вопросы, которые помогут решить проекты «Городская среда», «Здравое будущее», «Экология России» и «Чистая вода». По словам Лидии Антоновой, каждый такой проект имеет конкретное направление, задачу и содержание. Наша задача – чтобы больше людей было вовлечено в эту деятельность, не обязательно быть членом партии «Единой России». Главное, чтобы человек был к этому вопросу неравнодушен. Потому что если мы будем просто только констатировать, что вот это плохо, и что, как вы понимаете, что же будет дальше, ничего из этого не сдвинется. Почти у каждого партийного проекта уже есть координаторы, которые руководят их реализацией. К примеру, городскую среду курирует Игорь Каханный, депутат Московской областной думы. В бюджет Московской области, мои коллеги знают, мы две недели назад за это голосовали, мы заложили деньги на эту программу в размере 5,4 миллиарда рублей, потому что по этой программе две трети должна сфинансировать бюджет Московской области. На сегодняшний день определён предварительный перечень объектов по Московской области. Необходимо отметить, что программа партийных проектов в целом нацелена на то, чтобы по всем основным показателям Московская область занимала лидирующие позиции. Депутат Госдумы Лидия Антонова встретилась с представителями Люберецкого молодёжного парламента. Участники встречи обсудили перспективы и возможности, которые перед ребятами открывает их объединение. Молодёжный парламент появился в Люберецком районе 8 лет назад. Тогда это была одна из первых подобных организаций в Подмосковье. Её возглавлял Пётр Ульянов. Уже сегодня он председатель общественной палаты муниципалитета. С ребятами Пётр Михайлович поделился своим опытом и рассказал о пройденном пути. Я, по-моему, сижу и думаю, как нас много. Мы все такие разные. И вообще, как мы будем работать? И очень приятно, что с 2009 года молодёжный парламент стал уже неким таким брендом на территории нашего района. И потом уже сами ребята стали выступать с инициативой, чтобы увеличить количество этих депутатских мандатов. И очень приятно, что в каждом созыве количество кандидатов увеличилось оно просто в геометрической процессии. Таких успешных, как Пётр Ульянов, конечно, единицы. Но если бы не молодёжный парламент, всего этого, возможно, и не было. Перед юными люберчанами объединение открывает новые возможности, учит их быть неравнодушными к проблемам общества. Во время встречи депутат Госдумы Лидия Антонова тоже рассказала о своём опыте и призвала люберчан реализовываться на территории родного края. А если ты нужен району, ты нужен будешь всегда. Потому что это люди, которые... Вы здесь. Вы можете работать где-то, но если вы связаны по общественной деятельности с районом, мне кажется, что это хорошее дело. По крайней мере, мы через партию стараемся именно, чтобы продвигали молодёжь. В свою очередь, первый заместитель руководителя района и администрации Ирина Назарева рассказала гостям о том, чем на данный момент занимается молодёжный парламент. Её очень радует тот факт, что люберецкая молодёжь такая активная. Мы всячески тоже поддерживаем и будем поддерживать любые ваши начинания. Я обязуюсь, любые ваши начинания через совет депутатов эту работу с молодёжью поставить совсем на новые рельсы. В завершении встречи члены молодёжного парламента задали интересующие их вопросы представителям власти. Анна Троян, Дмитрий Ратянко, телеканал ЛРТ. Вместе за безопасность дорожного движения. Под таким девизом в Подмосковье открыли мотосезон. Областной праздник был организован региональной госавтоинспекцией при поддержке Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», а также правительства Московской области. Манёвры на одном колесе, безумные выходки байкеров или мастерство, отточенное долгими годами тренировок. В рамках этого праздника такое поведение мотоциклистов даже приветствуется. Главное, чтобы не на дорогах. Конечно, сейчас уже гораздо аккуратнее катаюсь, чем раньше. На площадке стараемся приезжать на машинах, выгружать, тренироваться. На дорогах уже прям по минимуму. В основном отведённые площадки, конечно. Мотоцикл – самый быстрый и самый опасный участник дорожного движения. В Московской области на сегодняшний день зарегистрировано 70 тысяч железных коней. Их количество растёт, а вот аварийных ситуаций становится меньше. Острые ощущения мотогонщики всё чаще предпочитают получать вот на таких мероприятиях. Программа, она как раз показывает, что только на специальных площадках, только при использовании специальной защиты можно производить какие-то экстремальные трюки. А всё, что происходит на дорогах, на улицах, должно происходить в строгом соблюдении правил дорожного движения. Праздник «Мы вместе за безопасность дорожного движения» проходит уже 11-й раз. Поначалу он призван был объединить мотоциклистов и сотрудников ГИБДД. Сегодня он напоминает настоящий фестиваль. Сюда приходят с семьями, с детьми и друзьями. Общаются, участвуют в конкурсах и акциях. На вопрос «Зачем?» отвечают. Хочется развивать культуру на наших дорогах. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ Яма на дорогах, проблема транспортного сообщения и недостроем. Эти и другие темы наиболее остро обсуждались на минувшей встрече Владимира Ружицкого с жителями города. Подробности в материале нашего корреспондента. Там ехать невозможно. То есть раньше, если как-то можно было зигзагами объехать ямы с минимальной потерей, сейчас этого сделать в принципе невозможно. Крик о помощи от жителей Люберец. Ямы и огромные выбоины на улице 65-летия Победы беспокоят так, что об этом молчать стало уже невозможно. Проезжая часть, по сути, дублёр Октябрьского проспекта. Однако объехать пробки по нему обходится себе дороже. Проблему точно решат. Но уже летом. Об этом сообщили представители власти. На сайте на сегодняшний день полностью размещены те дороги, которые будут ремонтироваться в этом году. У нас в этом году ремонтируются дороги в две очереди. Дорога 65 лет Победы входит и в этом году будет сделано. Примерно где-то надо говорить начало июля. Начало июля в этих числах будет начать ремонт. Ещё один наболевший вопрос – когда же завершится строительство ЖК «Грин-Сити» в Краскове? Оманутые дольщики предполагают, что их дома не успеют достроить к концу 2017 года. С застройщиком на сегодняшний день мы разработали договор. Он находится в стадии подписания. Я думаю, к концу этой недели мы подпишем. По его обязательствам, по реконструкции котельной, вы, наверное, знаете, там не хватает тепла. То есть вот ставим точку и двигаемся дальше. В свою очередь Владимир Ружицкий заверил жителей, что сейчас этой наболевшей проблемой занимается администрация, а также полиция и прокуратура. Мы дом достроим обязательно. Либо товарищ сам будет достраивать вместе с нами, либо он будет сидеть, и мы тоже достроим. А местного блогера Татьяну Кузнецову волнуют проблемы общественного транспорта. По ее словам, представителям власти необходимо пересмотреть расписание движения автобусов на северной стороне Люберец. Мы очень долго ждем. У нас бывает там перерыв, причем самый такой, в 12, в 11, бывает перерыв час, бывает полтора. Вот, 450. Иногда бывает, что вообще не приходит автобус. И еще, опять же, вот эта остановка автобусная на станции Люберцы, пожалуйста, пусть как-то ее обозначат. На этой неделе мы совместно с автоколонной 1787 организуем комплексный выезд, пригласим вас, посмотрим, с каким графиком они справляются, сделаем выводы и, естественно, ведем порядок. Также на встрече подняли и тему строительства площадок для выгула собак. Владимир Ружицкий дал поручение своему заместителю выехать на место, чтобы встретиться с жителями и детально проработать этот вопрос. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Руководство и сотрудники ГИБДД встретились с представителями транспортных компаний, чтобы обсудить вопросы пассажирских перевозок. На встрече обсудили основные проблемы, которые на сегодняшний день существуют в городском округе. Обстановка в Люберцах в сфере общественного транспорта, мягко говоря, неблагоприятная. За последние три месяца 2017 года на дорогах Московской области зарегистрировано 112 ДТП, 5 погибших и 151 раненых. И 20% этих аварий произошли в городском округе Люберцы. Фактически мы подводим область в честь исполнения, скажем так, своей функции. Мы подводим область в честь статистических показателей. Ну и это напрямую связано в том числе и с результатами вашей работы. К сожалению, необходимо отметить, что 20% погибших на территории Московской области имеют непосредственное отношение к ДТП с участием фототранспорта, юридических лестей на территории обслуживания ОГИБДД Люберцы. Причины такой неутешительной статистики выясняли на встрече с перевозчиками. Одной из главных проблем автоинспекция назвала водительский состав и условия работы. В частности, оплата по принципу выполнения плана – остальное себе. Такой подход к работе порождает тех самых лихачей, которые вызывают постоянное возмущение пассажиров. Более того, даже если одна компания отказывается от услуг такого водителя-гонщика, то вторая легко принимает его на работу, не обращая внимания на череду штрафов. И вопреки расхожему мнению, количество ДТП на маршруте никак не связано с национальностью водителя. Из 10 водителей – один водитель из Дагестана и четыре – проживающие в других субъектах, остальные – жители Московской области. Это опровергает дослуженные слухи о том, что ДТП совершают только энергодневодители. Неоднократно слушаешь всевозможные, скажем так, высказывания граждан, да и вы нередко об этом говорите, что вот, дескать, такой вот у нас персонал, непонятно откуда, но цифры свидетельствуют о другом. Еще одним важным вопросом стало наличие видеорегистратора в автобусах и маршрутных такси. Несмотря на то, что их наличие предусмотрено законодательством, получить видеозапись с места совершения ДТП не всегда представляется возможным. А что касается малых автобусов, к сожалению, позиция следующая. Вот видеорегистратор, вот, пожалуйста, он у нас есть. Дайте запись с ДТП. Ой, он не работал. Ну, по меньшей мере, это что-то из диалога воспитали детского сада и провинившегося ребенка. Достаточно серьезный и очень важный вопрос в вашей деятельности. В последнее время сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание общественному транспорту. Так, в час пик за автобусом может следовать машина ГИБДД без опознавательных знаков и фиксировать нарушения, допущенные водителем. Это одна из тех мер, которые предпринимаются для сокращения числа аварий на дорогах Московской области. Луизия Геазарян, Кристина Монасарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Митинг, посвященный 31-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, прошел в центре города Люберец у часовни. В нем приняли участие ликвидаторы последствий аварии, представители администрации, общественных и молодежных движений. Подробности в нашем сюжете. 26 апреля 1986 года произошла трагедия, которая потрясла весь мир. Тогда, в результате взрыва Чернобыльской атомной электростанции, был полностью разрушен один из реакторов. Владимир Стукарин – один из ликвидаторов этой аварии. В момент происшествия не испытывал страха. Сегодня Владимир старается вспоминать только положительные моменты. Суставы болят. Ну, всякое. Ну, я не хочу об этом вспоминать и зациклиться. Хожу, улыбаюсь, бодро и все нормально. Мы сегодня встречаемся с друзьями, кто там был. Вспоминаем тех, кто от нас ушел. Ну, такое добродушное желание. Тогда, 31 год назад, на ликвидацию аварии были направлены тысячи людей со всего Советского Союза. Только из Люберец около 400 человек. Сегодня многих уже нет живых. Их память у часовни почтили минуты молчания. После чего протеерий Геннадий Ханнынкин совершил литию по погибшим. Ветераны Великой Отечественной войны, ликвидаторы последствий аварии, представители администрации общественных и молодежных движений возложили цветы в стенах часовни. Еще в этот день на аллее памяти возле ангела-хранителя открыли памятный знак ликвидаторам аварии в Чернобыле. Этот мемориал уже десятый в Подмосковье. Сегодня среди нас живых чернобыльцев 345 человек. И дай Бог вам всем здоровья. Наши горожане, люберчане, жители наших поселков в свое время, по сути, рисковали своим здоровьем, своей жизнью. И мы сегодня, в принципе, должны сказать им спасибо. И это должно выражаться в неком монументе. Это как бы напоминание, что была такая печальная, трагичная история. По числу жертв и пострадавших, катастрофа на Чернобыльской АЭС была признана крупнейшей за всю историю ядерной энергетики. Этот памятный знак будет служить символом благодарности за подвиг чернобыльцев в память тех, кто пожертвовал собой во имя будущих поколений. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТА. По поручению губернатора Московской области, ежегодно в Подмосковье должно благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. В этом году это цифры 1330. Еще дополнительно 100 дворовых территорий благоустроят после интернет-голосования на сайте Добродела. ТСЖ по улице Побратимов-15 в Люберцах стала одним из победителей конкурса. Председатель ТСЖ Елена Гурова – активный пользователь социальных сетей. Но в отличие от многих, она проводит время на просторах интернета с пользой для себя и для окружающих. Недавно женщина узнала о проводимом в Подмосковье конкурсе по дополнительному благоустройству 100 дворовых территорий. Для победы в нем требовалось набрать максимальное количество голосов. Поскольку наш двор находится в не очень хорошем состоянии, я этому конкурсу обрадовалась. По электронным адресам отправила около 30 сообщений о том, что начинаем голосовать. В итоге мы набрали 140 голосов, чему обрадовались, видя, что мы первые в Люберецком районе. Местные жители сами заботятся о чистоте при домовой территории. Но предложений, как потратить приз и сделать свой двор лучше, было предостаточно. Проблемы есть всегда. В основном, конечно, люди просили отремонтировать проезжую часть дороги, тротуар. И самое главное, нашу самую давнюю проблему – это отсутствие ливневой канализации. Трудности с ливневой канализацией действительно стоят здесь на первом месте. После дождей двор превращается в настоящее озеро. И, как говорится, не пройти, не проехать. Ливневая канализация в конце дома того есть, и в конце другого дома тоже есть. А посредине, то есть, получается, сток идет к середине. Поэтому мы это увидели прямо при въезде в дом. Мы увидели, что это существует такая недоработка. Наконец-то, училим нашего председателя, мы подходим к тому, что вопрос будет решен. И это нас очень радует. Счастливый двор уже посетила комиссия из администрации, которая оценила состояние тротуаров, канализации и дорог. Приступить к работе обещали в ближайшее время после составления сметы. Алина Серазидинова, Луиза Игия Азарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В апреле стартовал новый футбольный сезон, в котором принимает участие футбольный клуб «Люберцы». Игроки нашей команды встретились с руководителями администрации, чтобы обсудить спортивное будущее городского округа. В прошлом сезоне футбольный клуб «Люберцы» завоевал бронзу среди команд третьего дивизиона группы А. Как сказал главный тренер команды Александр Антонов, игроки сочетают в себе самые нужные в футболе качества – молодость и профессионализм. Но финансовый вопрос администрация города берет на себя. «Люберцы» славятся разными видами спорта. Один из них – это футбол. И это такая игра, она любима. Футбол – это такой зрелищный вид спорта. И понятно, что «Люберцы» должен быть представлен. Поэтому у меня, как у главы, как у моей коллеги, которые работают в администрации, в спорткомитете, основная задача – обеспечить материально, чтобы я долго не философствовал. Однако в ответ на поддержку Владимир Петрович взял с футболистов обещание – в этом сезоне завоевать первое место. На сегодняшний день две игры уже состоялись. Первый матч был отыгран с равным счетом. Во втором удача была на стороне люберецких спортсменов. Так что первые шаги к победе уже сделаны. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В рамках Всемирного дня правовой помощи детям сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Люберецкая» посетили школу номер 48 в Малаховке. Они провели открытый урок для учащихся старших классов и с помощью тестовых заданий проверили их знания в области права. В мероприятии приняли участие не только сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, но и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Учащимся девятых классов в очередной раз напомнили о вреде психотропных веществ и рассказали, каким последствиям может привести их употребление. «Встречи по вопросам безопасности, они могут касаться разных проблем. Это и безопасность на дорогах, и безопасность на железнодорожном транспорте, и безопасность в сети интернет, и ряд других вопросов мы проводим практически постоянно, то есть, ну, как правило, несколько раз в месяц». Затем представители МВД перешли к основной теме встречи. Школьникам было предложено ответить на 10 тестовых вопросов, направленных на выявление знаний о своих правах и обязанностях. «Если по результатам тестирования будут какие-то недочёты со стороны незнания ребят каких-либо законов, то мы проведём с ними определённые беседы в этом направлении, сделаем на этом акцент». Подобное мероприятие проводится в учебных заведениях городского округа Люберцы ежегодно. Оно приурочено к Всемирному дню правовой помощи несовершеннолетним. Цель таких встреч в первую очередь – предупреждение и профилактика правонарушений среди молодёжи. Луиза Игязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Очередной этап благоустройства развернулся в Томилинском парке сказок. Там, к 10 мая, выложат плиткой новые дорожки, обустроят детскую и спортивную площадку, разобьют клумбы и цветники, а также разместят новых сказочных персонажей. «Мы продолжаем работы по благоустройству нашего большого Томилинского парка. И вот, наконец-то, прошли все аукционы. Значит, определился подрядчик, который у нас работает и проводит вот такое большое комплексное благоустройство в нашем парке. Сейчас мы, если посмотреть, делаем вот эту очередь. Это у нас основная аллея. Здесь вход, здесь у нас лестница к поляне. И вот, если заходите в парк, с правой стороны у нас сейчас здесь будут вестись вот такие работы». Планы поистине грандиозные. Сделать новую большую аллею, которая будет огибать парк. От нее заложить тропинки для удобства перехода, поставить лавочки и фонари, сделать детскую и спортивную площадки, разместить новые сказочные композиции и даже обустроить сад камней. Игорь Николаевич Дворников показал нам места, где к 10 мая будут обустроены новые площадки и интересные локации и для маленьких, и для взрослых томилинцев. «Мы долго думали, как нам ее здесь обустроить, чтобы людям было комфортно. И как-то вот, ну, еще какая-то изюминка была в парке, да. Здесь площадка среди таких достаточно высоких деревьев. Недостаточно света, допустим, посадить какие-то цветы. И приняли решение сделать здесь небольшой сад камней». «Камни?» «Да». «В Японии?» «Ну, не как в Японии. Пусть будет как в Томилино. То есть мы сейчас вот приобретаем такие камни, как-то их расположим. И среди них, я так, сделаем еще какую-то композицию тех растений, которые растут вот в камнях». На будущей площадке для новых сказочных героев Маши и Медведя поставят домик Медведя, любимую козу Маши и, конечно же, саму Машу. Но, как оказалось, есть еще и сюрпризы. О них нам Игорь Николаевич не рассказал. На вопросы только лишь улыбался и говорил, что томилинцам все обязательно понравится. «У нас с вами будет спортивная площадка. У нас будет сюрприз для наших маленьких жителей. Небольшой такой детский сказочный городок. И плюс у нас еще один подарок будет тоже, но о нем чуть-чуть попозже». Работу будут ежедневно контролировать сотрудники администрации и сам Игорь Николаевич, чтобы успеть к назначенной дате. Любовь Горчакова, Алексей Табаков, Томилина ТВ. В Люберцах состоялось совещание о порядке размещения нестационарных торговых объектов, а также развитие малого торгового бизнеса на территории городского округа. В нем приняли участие сотрудники администрации, руководители структурных подразделений, а также местные предприниматели. Согласно схеме, утвержденной до 2021 года, в муниципалитете может размещаться 300 НТО. За последние полгода на территории городского округа Люберцы демонтировано 253 нестационарных торговых объектов. В настоящее время все павильоны и киоски размещены в соответствии со схемой. Однако работа по выявлению незаконной деятельности предпринимателей продолжится в дальнейшем. Владельцы торговых точек, нарушающих законодательство, будут привлечены к ответственности. Мы не ставим задачу у одних отобрать, у других дать. И есть требования, которые связаны и с размещением нестационарных торговых объектов, есть требования по архитектурному облику. И понятно, вот последних полтора-два года мы этим вопросом занимаемся. Павильоны и киоски, которые отстояли свое право на существование, в течение шести месяцев должны принять единый архитектурный облик. Согласно нормативу, в городском округе может размещаться только 300 нестационарных торговых объектов. На 85 объектов нестационарной торговой деятельности будет проводиться аукцион. Опубликовать мы его планируем после майских праздников сразу. Это будет 11-12 мая. Плюс 30 суток и будет проведена сама процедура аукциона. В это же время пройдет процедура заключения договоров на летнюю торговлю. Таких объектов в городском округе может размещаться 59. Сейчас свидетельство на данный вид деятельности выдается не на три года, а на пять лет. В Люберецком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних провели областной семинар. Он был посвящен методам реабилитации детей с ограниченными возможностями. Приклеить крылья, нос и глазки маленькой птичке – задание несложное для школьника, но для Ксюши это очередная победа. И такие достижения происходят в социально-реабилитационном центре каждый день. Для этого здесь есть самое разнообразное оборудование, профессиональные педагоги и психологи, инновационные подходы к обучению и общению с особенными детьми. Это музыка? Да. Мы всегда под музыку занимаемся. О музыкальной игровой терапии педагоги, представители Министерства социального развития и родители говорили на областном семинаре. В ходе встречи директоры и специалисты Люберецкого социально-реабилитационного центра рассказали о своей работе, инновационных методиках и, главное, основной программе, которая помогает детям стать полноценной частью нашего общества. Мы готовим ребенка к тому, что мы отпускаем его в социум. И чтобы он был готов, мы проводим динамику реабилитации ребенка с ограниченными возможностями и отпускаем его в социум с мамой в постребилитационное сопровождение. Сам период реабилитации длится три месяца. За это время, помимо занятий с педагогами и психологами, ребенок посещает бассейн и культурно-массовые мероприятия. Учится взаимодействовать с людьми, находит новых друзей и осваивает новые таланты. Здесь любовь и таброта, здесь ему научат, потому спешим чудо, мы хотим быть лучше! Выступление детей – это, конечно, главный показатель отличной работы педагогов. Их профессионализм оценила также представитель Министерства социального развития Московской области Светлана Павлова. Больше всего поразили улыбки детей, улыбки специалистов. Все на позитиве. Одно из лучших учреждений, одно из лучших отделений, несмотря на то, что в данном направлении центра работает недавно, работа представлена очень хорошо, очень яркий, солнечный, радостный, веселый центр. На сегодняшний день реабилитацию в центре проходят 220 детей. В будущем планируется увеличить эту цифру, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Кристина Манасарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел конкурс «Весенний вернисаж-2017» среди учащихся аущеобразовательных школ городского округа, посвященный красоте, весне и визажу. В программу входило выполнение пяти видов работ по нескольким направлениям. Юные визажисты, стилисты и дизайнеры представили свои работы на 10-м юбилейном конкурсе «Весенний вернисаж-2017». Люберецкие школьники готовились к этому в течение нескольких месяцев и продемонстрировали пять видов работ. Фантазийная прическа, фулл-фэшн-лук, вечерняя прическа, фантазийный образ на тему экологии и мейкап в необычном стиле – русские ремесла. Хочется отметить, что данный фестиваль, он уже у нас 10 лет, 10 лет. И не везде я такие фестивали вижу, не везде, не в каждом муниципальном образовании. И мы видим замечательные такие фантазии, творчество наших участников. 2017 год – это год экологии в России, потому участники фестиваля представили эксклюзивные наряды, которые создавались из старых лазерных дисков, из целлофановых пакетов или из обычных пластиковых стаканчиков. Впечатления всегда такие хорошие, добрые, потому что что-то необычное вы видите в моде, тем более, как мы видим, в год экологии, допустим, из каких-то там утилизированных отходов сделать какое-то там платье, какое-то на голове что-то красивое изобрести. На фестивале юные стилисты и визажисты продемонстрировали также мейкап на тему русские ремесла. На конкурсе были представлены разные виды макияжа, например, в стиле русской народной росписи – кжель. Я победила, можно сказать, в Кубке Гран-при. Это самый главный кубок. Это как бы за все номинации. Мне помогал мой замечательный педагог Сергей Валерьевич. Я ему очень благодарна за это, потому что благодаря нему это все мои заслуги. Победители и участники апрельского юбилейного вернисажа планируют в будущем развивать свои таланты в области моды и красоты. Школьники уверены, что в дальнейшем смогут поступить в профильные вузы и стать известными дизайнерами, стилистами и визажистами. Наталья Григорьева, Екатерина Скрижолина и Кирилл Евгеньев. Телеканал ЛРТ. Юная повариха из Люберец Полина Симонова подружилась с телеканалом ЛРТ. Совсем недавно к ней ездила наша съемочная группа, а теперь в гости к журналистам пришла она вместе с своим папой. Юному таланту удалось познакомиться с внутренней кухней телевидения и даже покормить динозавриков. Кто пришел? Всем привет! Это Полина! Заходи, Полина! Привет! Привет! Такое доброе и бодрое утро в редакции ЛРТ бывает нечасто. Юная звезда с самого порога зарядила весь коллектив положительными эмоциями. Знаешь, сама куда ты пришла? Ты пришла на Люберецкое районное телевидение. Тик-тик-тик-тик. Мне секунда. Полина – общительная и жизнерадостная девочка. Сразу покорила всех сотрудников канала. На этот день для девочки компания ЛРТ превратилась в волшебное царство. С принцессой журналисты поучаствовали в разных играх. Как думаешь, какой ключик подойдет к замочку? Посмотри. Вот такой и вот какие ключики. Какой бы подошел? Как ты думаешь? Силучка. Правильно! Ты подобрала правильный ключик. Юная либерчанка быстро освоилась в стенах телевизионного королевства. Гиперактивный ребенок не давал скучать практически всем, кто находился в редакции. С ней сотрудникам ЛРТ пришлось испытать и свои физические способности. С Полиной они играли в догонялки. Догоню-сгоню. Ходи. Догоню. Сюда-сюда-сюда-сюда. Сгоню-сгоню. И так целых два часа. Как оказалось, все это время Полина убегала от динозавров. Да, именно от них. Так она называет телевизионные камеры. Пользуясь случаем, журналисты показали девочке, где и как живут эти волшебные существа. Они живут в домиках. Видишь, домики? Где? Вот это домики. Вот это все домики для динозавров. А где они? Они маленькие? Они маленькие, да. Они такие, как у Максима. Вот он большой и длинный. Угу. А тут они спят. Видишь, это их домики. Сколько у нас их много. Динозавры в королевстве ЛРТ добрые. В этом убедилась гостья телеканала. Смотри, смотри, я его глажу. Видишь? Он хороший. Смотри, нет, он не боится. Он же маленький. Смотри, он маленький. Он же ждет, когда ты его погладишь. Давай со мной вместе погладим. Хочешь? Погладь. Сама погладь. О, видишь, как он? О, ему нравится. А ты боялась. Не надо бояться. Смотри, ой, как ему хорошо. Я ему тыкаюсь. Люберчанка Полина стала знаменитой после того, как вся страна в эфире Первого канала увидела кулинарные способности трехлетней девочки. Свои навыки юный повар показала и у нас в кабинете генерального директора ЛРТ. Своему папе она приготовила десерт. Ам. А, спасибо. За столом коллектив телеканала пообщался с юной знаменитостью. Там же, уже подружившись с динозаврами, девочка решила накормить конфетами и их. На, динозаврик, кушай. Это что-то новое. И вообще, когда смотришь твоего ребенка по телевизору, и когда тебе звонят друзья, товарищи, родственники и сообщают, вот мы видели вашу дочь, как с неба свалилось. Люди пишут положительные комментарии. Желают всего самого хорошего Полине. Нам непередаваемые ощущения. Теперь семья Симоновых готова к тому, что их дочь, возможно, выберет другую профессию. Телевизионная кухня юной поварихе понравилась ничуть не меньше, чем обычная. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. И напоминаю, что все новости городского округа Люберца есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Дорогие друзья, подписывайтесь. Ну а я, Сергей Тарачанов, с вами прощаюсь. Всего доброго, хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова